Евросоюз хочет направить замороженные активы российского ЦБ на восстановление Украины. Удастся ли это сделать, учитывая, что речь о сложном юридическом механизме, рано или поздно замороженные средства надо будет вернуть. Юристы ЕС начали прорабатывать механизм передачи к Киеву замороженных активов Банка России. Как сообщил Блумберг, для восстановления Украины планируется передать часть средств из заблокированных 300 миллиардов долларов. Один из собеседников американского агентства уточнил, что рассматриваются только варианты, которые предусматривают использование активов замороженных именно в Европе. По состоянию на 27 октября, по данным Еврокомиссии, это 17,5 миллиардов евро. Больше всего активы заблокированы в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии, Австрии. По словам источнику Блумберг, конфискация активов – спорный вопрос с юридической точки зрения. Решение может приниматься очень долго. Также отмечается, что заморозка средств предполагает их возвращение. Агентство подчеркивает, что в Штатах опасаются конфискации средств российского ЦБ, поскольку подобные действия привели бы к тому, что ЦБ других стран не будет хотеть хранить свои активы в США. Разработка правового механизма для стойеразикальных действий – беспрецедентный шаг для Европы, говорит партнер Perigan Advice Group Александр Захаров. Это займет достаточно большое время, и я полагаю, что это будет иметь самые-самые суровейшие и тяжелейшие последствия для Евросоюза с точки зрения перспектив Евросоюза в отношениях с другими странами, включая Китайскую Народную Республику, возможно, Индию и страны Ближнего Востока, которые будут учитывать данный аспект при размещении своих активов на территории Евросоюза. И реализация механизма подобного будет зависеть от нахождения конкретных функционеров на должностях в Европейском Союзе и тех лиц, которые возглавляют государства-члены ЕС. Потому как введение данного инструмента в Евросоюзе, я полагаю, будет требовать единогласного решения, а не решения большинством, потому что это касается защиты именно прав собственности. И данный инструмент для его появления будет не исключать, что это может быть применено даже в отношении актива государства-члена ЕС. Потому что это общий инструмент, фактически, который будет позволять национализировать или изымать фактически государственный актив любого государства. То есть не только третьей страны в случае несогласия с общей политикой. Это настолько далеко идущие последствия и настолько неизвестный шаг, который может привести к серьезнейшим обсуждениям не только на уровне Евросоюза, но и в принципе мирового сообщества. Потому что даже в Соединенных Штатах данный инструмент сейчас очень сильно обсуждается и, насколько мне известно, не является безусловным к реализации. Александр Захаров, партнер Perrigan Advice Group. Золотовалютные резервы отдельно взятого государства. Это не только запасы драгметалов и валюты, но и долговых обязательств иностранных компаний. В любой момент они могут использоваться для оплаты долгов, инвестиций, проведения торговых транзакций или с целью принятия участия страны в глобальных финансовых операциях. Так что, с одной стороны, это активы Банк России, с другой – обязательства европейских банков. А если шире сказать правительства стран ЕС, отмечает директор по анализу финрынковой макроэкономики Альфа Капитала Владимир Брагин. Золотовалютные резервы. Откуда они берутся? Мы экспортировали на некоторую сумму товаров и услуг, импортировали на меньшую сумму, и вот разница, какая-то ее часть осела в этих золотовалютных резервах. То есть, по большому счету, это некие отложенные обязательства поставить нам товаров и услуги на эти суммы. Конфискуя у нас эти резервы, европейские страны говорят, что они просто нам прощают свой долг. Что выглядит, мягко говоря, совершенно дико. Получается, что, в принципе, дело не может считаться резервной валютой, если европейские страны могут делать такие фокусы. И второй момент. Это не какие-то ресурсы, которые можно непосредственно направить. Это не оружие, не нефть. Это просто финансовая активность. Поэтому, если взять эти деньги и сказать, что Украина теперь – это ваши деньги, то, по большому счету, это все равно напечатать деньги и дать их Украине. Вот отличаются два момента – просто напечатать деньги и дать Украине, и взять эти резервы и дать Украине – не только бухгалтерскими проводками. То есть, по большому счету, с точки зрения экономики, это один и тот же, по факту, окажет эффект. Дальше в Украине тогда должна будет в Европе найти евро, купить каких-то товаров и услуг. Но, по большому счету, это фактически эмиссия. То есть, это не означает, что Европа, отказавшись от своих обязательств перед Россией, передаст эти обязательства Украине. То есть, по большому счету, придется им их исполнять ускоренно. На что, собственно говоря, они явно не рассчитывали. То есть, с точки зрения экономики, это выглядит очень странно. А сколько всего в Европе именно из 300 миллиардов? Я думаю, что где-то две трети, так, на скидку. Это непосредственно евро, может быть, швейцарский франк вопрос, британский фунт. То есть, тут вот такие вот моменты, сколько там конкретных долей. Особенно измеряют, скорее всего, сотни миллиардов долларов. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Альфа-Капитала. В Кремле предложение ЕС использовать замороженные активы России для восстановления Украины назвали незаконным и противоречащим международному праву. Володин предложил конфисковывать активы бизнесменов из недружественных стран. По словам спикера Госдумы, российской стране следует отвечать зеркальными мерами. Пойдут ли власти на такой шаг? Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать российские активы компании из недружественных стран. Как он пояснил в своем телеграм-канале, такими должны быть ответные меры на изъятие российской собственности за рубежом. Вырученные от продажи национализированных активов деньги Володин предложил направлять на развитие России. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий передачу Украине части замороженных на западе российских активов. Это решение, по словам спикера Госдумы, не повлияет на российскую экономику, поскольку изъятые яхты, виллы и другая собственность состоятельных россиян не работали на развитие страны. Такая радикальная риторика от Володина ожидаема, но она идет вразрез с реальной государственной экономической политикой, считает руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. С моей точки зрения, это часть аппаратной истории, в которой отдельные представители нашей элиты становятся авангардом радикальных требований, предполагая, что такая гиперактивность будет отмечена первым лицом государства и отразится на их карьерных перспективах. Но далеко не все, что сейчас говорят спикеры наиболее радикального крыла российской элиты превращается в реальность. Зато это позволяет президенту выглядеть человеком по-прежнему гарантом баланса, арбитром, центристом, занимающим взвешенную позицию, в частности, в вопросах экономики. Мы с вами видим Центробанк, например, буквально вчера гасит облигации, несмотря на то, что до этого речь шла о возможности дефолта, в всяком случае отдельные экономисты об этом говорили, гасит в долларах. То есть есть экономическая стратегия, есть люди, занимающиеся делом, которые решают проблемы экономики, есть те, кто поднимает градус риторики. В данном случае это просто распределение ролей. Я не думаю, что активы бизнесменов недружественных стран в России будут конфискованы. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Володин в продолжении своего сообщения снизил градус риторики, заявив, что золотовалютные резервы государству вернут, цитата, никуда не денутся. А российские предприниматели покупают зарубежные компании в России, выкупают долю партнеров и в целом действуют цивилизованно в соответствии с международным правом. Чего, цитата, нельзя сказать о недружественных странах Литве, Латвии, Польше, США, которые просто занимаются воровством. Конец цитаты. Национализировать на самом деле ничего не будут, считает и политолог Александр Асафов. Тема национализации, она звучит достаточно давно и в горячих головах депутатов Государственной Думы от разных фракций. Это весьма популистическое заявление, оно хорошо на патриотически настроенную аудиторию проходит. И, конечно, эти сигналы считываются однозначно. В таком шариковском духе взять все и поделить, да, поскольку тяга к справедливости в ответ за наши золотолютные резервы, за применение ко всем обстоятельствам нашей жизни той самой культуры отмены, от справедливости, хочется явной такой обратных действий. Слово национализация в качестве популистского лозунга здесь подходит очень хорошо. Однако из заявления и правительства, и президента, и Володина мы видим, что концепция другая. Володин же говорит, что Соединенные Штаты занимаются воровством, а мы действуем иначе. И, конечно, речь не про национализацию, а речь про сохранение этих средств в нашей экономике и, соответственно, введение внешнего управления там, где люди не могут сохранить свое, для того, чтобы бизнес функционировал, для того, чтобы рабочие места оставались, ну и создание, там, если уж совсем невозможно договариваться, тогда через инструменты того самого недвросовестного банкротства, сохранение бизнеса дальше. Но это не национализация. Функционализация — это обращение в пользу государства. Здесь об этом речи, конечно, нет. Ключевое — это то, чтобы бизнес продолжал работать и приносить пользу и своим владельцам в какой-то мере, и, конечно, сотрудникам и людям, которые услугами пользуются. Политолог Александр Асафов. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что ответ России на западные санкции — открытая и прозрачная экономика. А глава МИДа Лавров на днях подчеркнул, что Россия будет добросовестно выполнять все обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок, товаров агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Мы заберем их яхты, элитное жилье и прочее незаконно нажитое имущество. Джо Байден представил пакет поправок, призванный узаконить конфискацию имущества подсанкционных россиян в пользу Украины о том, как выглядит экспроприация по-американски. Мы заберем их яхты, элитное жилье и прочее незаконно нажитое имущество. Джо Байден представил пакет поправок, призванный узаконить конфискацию имущества подсанкционных россиян и его ликвидацию в пользу Украины об экспроприации по-американски. Андрей Ромашков. Пакет законопроектов, которые могут существенно расширить полномочия президента США по конфискации и ликвидации имущества подсанкционных россиян, был анонсирован Белым домом в четверг. Текст поправок пока не опубликован, но основные пункты приводятся в пресс-релизе. Во-первых, администрация США хочет более оперативно изымать российские активы. Указано, что это должно быть имущество подсанкционных лиц, причем связанное с некими конкретными незаконными действиями. Во-вторых, документ допускает использование конфискованных активов или выручки от их продажи в целях компенсации ущерба от конфликта вокруг Украины. В-третьих, документ ужесточает новую борьбу с обходом санкций. Ранее закон разрешал изымать только выручку от обхода санкций. Теперь же Белый дом намерен также изымать некое имущество, которое использовалось в этих целях. В пресс-релизе не поясняется, о каких случаях идет речь. В теории под формулировку подходит даже отчуждение права собственности на компанию, которую уличат в содействии обходу санкций. Комментирует директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Вообще ситуации с замораживанием средств и отдельных в том числе лиц, они были, но они были связаны отдельные личности, которые были международно признаны преступниками. Но речь не шла о том, чтобы отобранные средства использовать на другие нужды. Замораживать замораживали, но чтобы их использовать по другому назначению, ну знаете, это уже такой беспрецедентный шаг. Палата представителя одобрила, но Сенат всегда более консервативен и более осторожен будет действовать. Но антироссийские настроения очень сильные. Плохо потому, что это принимает силу закона. Закон это не действие исполнительной власти, которые сегодня приняли решение, завтра его отменили. Чтобы изменить чистоты в законе, нужно либо поправки к нему принимать, либо заново затевать процедуру отмены этого закона или принятия другого закона. Это всегда очень сложная процедура. Поэтому в любом случае это плохо. Суммарная стоимость имущества подсанкционных россиян, которая может подлежать ликвидации в случае принятия поправок, может исчисляться миллиардами долларов. Как пишет Вашингтон-Пост, власти США уже заморозили яхты и воздушные суда на сумму более 1 миллиарда и средства на счетах в американских банках на сотни миллионов. Газета отмечает, что это все равно значительно меньше суммы ущерба украинской экономики, которая может превышать 84 миллиарда долларов. Одновременно материале указано, что законопроект может быть оспорен во Верховном суде США из-за конституционных норм по защите частной собственности. Ранее глава казначейства США Джанет Йеллен призвала Конгресс к осторожности с планами по изъятию в пользу Украины российских резервов. Отдельный вопрос, смогут ли потенциальные жертвы американской экспроприации защищаться в суде. Рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнеры Екатерина Духина. Санкции — это не столько правовой инструмент, сколько инструмент внешней политики. То, как обстоят действия отдельных стран в отношении имущества, особенно частных лиц, на которых наложены санкции, сложно отнести к какой-то конкретной правовой базе. Непонятно, какой должен состояться суд для того, чтобы эти лица с заблокированным имуществом могли, согласно общей презумпции невиновности, доказать, что они не имели отношения к коррупционной деятельности. И эти законы, как считают многие юристы, противоречат не только национальному праву, но и международному конвенции в защите права собственности. Успешные прецеденты на эту тему были, поэтому судиться нужно обязательно. Все, безусловно, развивается очень быстро, и каждую неделю видим принимаемые на уровне Евросоюза и Америки какие-то новые указы и директивы. Смею надеяться, что, когда оружие прекратит греметь, право заработает. В случае принятия поправок, позволяющих Белому дому ликвидировать имущество подсанкционных россиян, Москва наверняка примет ответные меры. Они могут быть условно симметричными, и тогда под угрозой конфискации окажутся американские или еще шире западные активы в России, а могут асимметричными, то есть любыми. В четверг госсекретарь США Блинкен заявил, что юристы Белого дома изучают возможность конфискации использования для помощи Украине замороженных в рамках санкций активов российского центробанка во время презентации пакета поправок об изъятии имущества подсанкционных россиян. Байден сделал ряд внешнеполитических заявлений. Глава Белого дома, в частности, отметил, что США готовы к любым действиям России, продолжат поставлять оружие Украине рекордными темпами столько времени, сколько продлятся боевые действия. В связи с этим президент призвал Конгресс выделить Киеву дополнительно 33 миллиарда долларов, поскольку ранее выделенные средства заканчиваются. Это вписывается в общую стратегию администрации Байдена, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Куртунов. Понятно, что для Байдена одна из главных задач – это не допустить победы России в той или иной форме, даже если это будет связано с большими дополнительными жертвами и экономическими издержками. Если конфликт будет затягиваться, то американская помощь в Украине будет продолжаться. И главным фактором, который будет ограничивать военные поставки Вашингтона к Киеву, может стать просто физический дефицит тех или иных типов вооружений. Если говорить о финансовой помощи, то, конечно, она будет продолжаться. Если помнить о запросах украинского руководства, в Украине необходимо получать не меньше 5 миллиардов долларов в месяц для продолжения боевых действий. Если это так, то 30 миллиардов это должно хватить на примерно полгода. Хотя, конечно, эти деньги, скорее всего, будут выделены не совсем на те задачи, которые ставит украинское руководство. По всей видимости, это все-таки военная помощь, а не экономическая помощь, не финансовая помощь, которая Киеву также крайне необходима. Андрей Куртунов – гендиректор Российского совета по международным делам. Джо Байден также подчеркнул, что США, цитирую, не атакуют Россию, а помогают Украине защищаться. Кроме того, глава Белого дома призвал все стороны воздерживаться от заявления о возможном применении ядерного оружия, назвав это безответственным.